и начала подрывать землю. Но поднявши первые слои, этот запах нечистот был настолько силен, что никто ни за какие деньги не хотел браться за работу. И она привела опять к ищеной хитрости. Снимая с себя украшения, драгоценности, она сбрасывала в эту яму. Таким образом, землещики начали постепенно вытягивать всю грязь и тем же самым обрели одно распятие, второе распятие. А когда подняли третье распятие земли, забил живоносный источник, который очистил эту яму. До конца. И здесь Патрионикал, когда повторил образ этих двух святых, начал подрывать землю для обретения здесь искусственного источника. А это он не сам позволил ли забил? Нет. Он начал искать место. И когда он начал подрывать фундаменты, из земли забил источник. Но он хотел, но является повторим. Он искал его, а как? Он хотел здесь повторить образ. Повторить образ, значит, надо подрывать землю. Подрывать землю, углубляться глубже и глубже. Начал углубляться. Но он сам забил на земли. И 17 века он здесь и является обретенным. Именно подобие образу Иерусалима. В том же месте и в тех же трудах, именно поисков. Но здесь, конечно, это же является подобием. Никто не знал, что здесь и земли может забить источник. Поэтому изначально он просто хотел найти или воспроизвести искусственный источник. Начавший первым подрывать фундаменты земли, он забил. Именно по месте, где находится сейчас колодец. Он здесь находится с тобой в речи. И на верху, когда мы обратили внимание, отверстие. Здесь оно не случайно. На нами находится еще один небольшой иконостат, честь небесно явленного креста Господнего. И не случайно. Ведь прошло время. У Константина родился сын, Константин II. Но он вырос еретиком, абсолютно отрицающим символы божественности. И того божественного символа, как креста. Ведь для того, чтобы определить между тремя крестами, тот, на которых был распят именно Иисус, креста подпекладывали покойникам. И на одном из крестов покойник воскрес. После чего царица Ярина знамение отоповедовала всем. На самую высокую точку в городе Иерусалиме установили данный крест. На устрашение неверующих и на усиление верующих людей, как оно написано. И прошло время. И Константин II начало пробегать это все. И проповедовала людям, что в этом ничего нету небожественного. И в этом нету никакой роли и какой сути. После чего на небе начало светиться сияние. Ярче и ярче. И символ креста разошелся над ними, над местом именно того источника, где когда-то царица Елена обрела три распятия. Патриотник Он здесь повторил ту же традицию. Здесь находится одна на пределах честь небесноярного креста Господнего. А вот это отверстие дает возможность дополнительного преломления света на данной свете. На данном источнику. Когда я присутствую.